МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 19 августа, и вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня ее проведем для вас мы, я, Юлиана Шахова. И я, Юрий Смирнов. В 1808 году в Южной Финляндии русские войска под командованием генерала Николая Каменского вступили в битву со шведской армией. В ходе трехдневного сражения шведы, которыми командовал фельдмаршал Морец Клинкспор, были разгромлены, и им пришлось отступить. Русско-шведская война завершилась в следующем году заключением Фридрихскамского мирного договора, по которому к России отошла Финляндия. В 1827 году в России был издан высочайший рескрипт министру народного просвещения Александру Шишкову о запрещении принимать в университеты и гимназии крепостных. В этом документе, в частности, говорилось, науки полезны только тогда, когда как соль употребляются и преподаются в меру, смотря по состоянию людей и по надобности, какую всякое звание имеет. Обучать грамоте весь народ или несоразмерное онного количества людей принесло бы более вреда, нежели пользы. 19 августа 1906 года российский император Николай II утверждает закон о военно-полевых судах, которым отныне могли предаваться те или иные лица в случае, если учинение преступного деяния является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании. Рассмотрению этих судов, в состав которых назначались строевые офицеры, подлежали также дела, в которых совершение преступного деяния было настолько очевидным, что не устраивало надобности в его расследовании. Суд должен был завершиться в пределах 48 часов, а приговор по расторжению командующего округом исполнялся в 24 часа. Широкомасштабное применение этого указа началось сразу же после его публикации. По подсчетам исследователей, за 8 месяцев 1102 человека были казнены по приговорам этих судов. Всего за 1906-1909 годы военно-полевые суды вынесли 5 тысяч смертных приговоров. 3 тысячи из них были приведены в исполнение. В 1927 году газета «Известия» публикует составленные в конце июля синодом совместно с главой православной церкви митрополитом Сергием специальное обращение к духовенству, которое получило наименование «Декларация митрополита Сергия». Как сказано в этом документе, мы церковные деятели не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Стоит напомнить, что эта декларация была принята в эпоху жесточайших гонений на православную церковь. Сам митрополит Сергий был только что освобожден из тюрьмы. В качестве одного из условий его освобождения власти выдвигали издания подобной декларации. Декларацию митрополита Сергия поддержали далеко не все иерархии православной церкви. Зарубежная православная церковь отказалась одобрить позицию митрополита Сергия. На архиерейском соборе, собравшемся в сентябре 1927 года, декларация была категорически отвергнута и было заявлено о разрыве всех связей с митрополитом Сергием. Тем не менее, декларация митрополита Сергия помогла выжить православной церкви. Через 16 лет советская власть разрешила восстановить в стране патриаршество. А в 1991 году патриарх Алексий Второй заявил, заявление митрополита Сергия, конечно, нельзя назвать добровольным, ибо ему, находившемуся под страшным давлением, пришлось заявить вещи, далекие от истины, ради спасения людей. Сегодня же мы можем сказать, что неправда замешана в его декларации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе проходившего шесть дней суда все 16 обвиняемых, среди них недавние вожди большевистской партии Григорий Зиновьев, Лев Каменев и другие, признались в антисоветской, шпионской, вредительской и террористической деятельности, причастности к убийству Сергея Кирова и подготовке террористических актов против руководителей партии и правительства. По заданию Льва Троцкого. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила всех обвиняемых к расстрелу. На основании материалов дела Объединенного Троцкийско-Зиновьевского центра в течение 1936 года в Москве, Ленинграде, Горьком и других городах было арестовано и осуждено еще около 160 человек. Их обвинили в террористической деятельности, которую они якобы проводили под непосредственным руководством указанного центра. В 1988 году дело Объединенного Троцкийско-Зиновьевского центра было признано сфальсифицированным, а его участники были посмертно реабилитированы. В этот день, в 1944 году, в оккупированном фашистами Париже по призыву движения сопротивления начинается народное восстание. В результате напряженных уличных боев французским патриотам 24 августа удалось освободить почти весь Париж. Вечером 24 августа в город прибыло первое подразделение французской танковой дивизии. Утром 25 августа оно оказало парижанам помощь в штурме последних военных опорных пунктов оккупантов. К 25 августа Париж был окончательно освобожден. Немецко-фашистские войска капитулировали. Потери сторон в ходе восстания составили. Среди парижан убито 1483, ранено 3477 человек. Оккупантов убито 2788, ранено 4911. Парижское восстание помешало отступавшим немецко-фашистским войскам сконцентрироваться в Париже и воспользоваться мостами столицы для форсирования сены. Оно спасло Париж от разрушения, а его население от угрозы массовой гибели и ускорило освобождение всей Франции. 19 августа 1945 года советские десантники, высадившиеся на Мугденском аэродроме, захватывают в плен последнего китайского императора Пу-И, который уже готовился улететь в Японию. Около пяти лет Пу-И прожил в СССР и дал необходимые советским властям показания на токийском процессе, над военными преступниками. Взамен ему была сохранена жизнь. Впоследствии он был выдан китайским властям и до 1959 года содержался в лагере для почетных заключенных. Позже был амнистирован пекинским правительством, стал депутатом Всекитайского народно-политического консультативного совета, работал в Ботаническом саду Академии наук КНР и писал свои мемуары. В этот же день Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал устав ООН. Это решение стало следствием компромисса великих держав. Первоначально советские лидеры требовали принять в члены ООН каждую из 15 советских республик. В Кремле считали, что в противном случае Советскому Союзу не будет обеспечено равенство голосов с объединившимися странами-членами Британского Содружества и странами, которые по убеждению Москвы являлись клиентами США в Латинской Америке. В итоге все же было решено принять в ООН только три советские республики – Российскую Федерацию, Украину и Белоруссию. Таким образом, Советский Союз стал единственной державой, имеющей в ООН сразу три голоса. В этот день, утром 1991 года, средствами массовой информации Советского Союза было передано заявление о неспособности президента СССР Михаила Горбачева выполнять свои функции по состоянию здоровья, введении в стране чрезвычайного положения и переходе всей полноты власти в руки Государственного Комитета по чрезвычайному положению. В состав ГКЧП вошло восемь руководителей Советского Государства, председателей правительства, министры, главы силовых ведомств. Комитет возглавил вице-президент СССР Геннадий Янаев. Одновременно в Москву и другие крупные города были введены войска. В середине дня 19 августа президент России Борис Ельцин заявил о непризнании ГКЧП и организовал в здании Верховного Совета РСФСР очаг сопротивления действием ГКЧП. Не чувствуя поддержки населения, руководители ГКЧП не решились прибегнуть к жестким мерам для противодействия и сопротивления демократической оппозиции. В итоге путь провалился, а руководители ГКЧП были арестованы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА